Многовековая история Твери, города воинской славы, это множество героических, порой эпохальных страниц в масштабах России. Каждому, кто приезжает в наш город, непременно рассказывают о достижениях промышленности, о культурных традициях и, конечно, о том, что Тверь – это один из признанных в России центров науки и образования. И лидером в этой сфере многие годы считается Тверской государственный университет, а начиналась его история полтора века тому назад. В 1870 году известный общественный деятель, педагог и меценат Пал Палыч Максимович осуществил свою мечту. На свои личные деньги он открыл в Твери женскую учительскую школу, в которой крестьянские девушки бесплатно получали образование, совершенно недоступное ранее для детей из малообеспеченных семей. При этом объем знаний, которые давала школа, был довольно широк, и хотя преобладали гуманитарные дисциплины, ученицы получали также знания по физике и химии, биологии и метеорологии, здесь им давали уроки живописи и музыки. И сам уклад, быт, внутренний распорядок учебного заведения отличались теплой и почти семейной атмосферой. Часто бывали экскурсии и краеведческие экспедиции, важные для изучения культуры и местных народных обычаев. Выпускала школа отлично подготовленных учительниц начального образования. Это неудивительно, ведь работали здесь талантливые педагоги, многие из которых впоследствии стали известными учеными – Альденбург и Дьяконова, Кандауров и Павлов, Кун и Бервик Айданова. Все эти преподаватели оставили свой след в становлении одной из лучших школ России того времени. За время своего существования школа выпустила свыше 1200 учительниц-крестьянок, как их называли тогда «максимовок». Заслуженные авторитеты и успехи школы Максимовича предопределили дальнейшую судьбу системы образования в Твери. В 1917 году правительство выделило деньги на открытие учительского института. Первым ректором стал Николай Дмитриевич Никольский, талантливейший педагог, вся жизнь которого была посвящена становлению и развитию российского образования. В 1918 году учительский институт был преобразован в педагогический. Он объединил школу Максимовича, постоянные педагогические курсы Тверского земства и Тверской учительский институт. Это было не только учебное заведение, институт стал настоящим культурным центром Тверской губернии. А в 1931 году, в связи с переименованием города, вуз стал называться Калининским педагогическим институтом, в составе которого было пять факультетов – исторический, русского языка и литературы, физико-математический, географический и естествознания. В 1936 году институту было присвоено имя Михаила Ивановича Калинина. Суровая военная действительность поставила перед преподавателями и студентами свои задачи. Вместе с жителями города они строили оборонительные сооружения, добровольцами шли на фронт и в партизанские отряды. Но институт продолжал и учебный процесс, правда, по ускоренной программе. Затем оккупация, мужественная защита города и освобождение его в декабре 1941-го. Институт, как и весь город, понес огромный ущерб, но уже в январе 1942-го производственно-восстановительные бригады в составе преподавателей и студентов сделали, казалось бы, невозможное. Они восстановили первый учебный корпус и занятия продолжились. А первый досрочный выпуск факультета иностранных языков, свыше 20 специалистов, отправился на фронт в качестве переводчиков. Нынешнее поколение студентов и преподавателей свято чтут память тех, кто из учебных аудиторий, не сомневаясь ни минуты, отправился защищать Родину, а многие отдали жизнь за нее. Их имена остались с нами навсегда. Долгожданная победа. Народное ликование и желание как можно скорее возродить, восстановить все, что было уничтожено войной. Проблем в институте было множество, но главное – наладить полноценный образовательный процесс. И не только вернуть то, что было утрачено, но и расширить возможности вуза, открыть новые кафедры, факультеты, то есть выпускать специалистов, так необходимых в это время. Преподавательский коллектив во главе с ректором Пал Палычем Полянским добился результатов, которые высоко были оценены страной. Самой значимой датой в истории пединститута стал 1971 год. Совет министров СССР принял постановление о создании на его базе университета, 20-го в России и 52-го в Советском Союзе, а первым ректором вуза в этом новом статусе стал доктор исторических наук профессор Владимир Васильевич Комин. Под его руководством была проведена колоссальная работа, созданы новые кафедры, лаборатории, построены новые учебные корпуса, введены новые специальности. Все это определяло значимость Калининского университета в масштабах государства. Эту деятельность успешно продолжали преемники Комина на посту ректора. Александр Иосифович Чуваров в 80-х годах, затем Алексей Никифорович Кудинов, стоявший у руля университета более 20 лет до 2007 года. Именно при нем произошло еще одно знаменательное событие – наш город вернул свое историческое имя и университет отныне стал называться Тверским государственным. В это непростое для страны время ректор Кудинов, блестящий ученый, доктор физико-математических наук и талантливый организатор сумел вывести университет на принципиально новый уровень. Тверской государственный университет стал признанным учебно-научным центром. Число специальностей обучения увеличилось втрое, в два раза выросло число факультетов. Разрабатывались и реализовывались федеральные целевые программы, такие как ВУЗы региону, Великий водораздел, технопарки. В 1993 году ТВГУ был включен в список 80 университетов мира, имеющих по совокупности показателей самый высокий рейтинг. Активно продолжал развивать ВУЗ, вступивший в 2007 году на пост ректора Виктора Прокофьевич Гавриков, далеко за пределами региона прославился университетский ботанический сад, открылся общеобразовательный лицей и интернат для одаренных детей области. В 2009 году на пост ректора ТВГУ был утвержден доктор физико-математических наук, профессор Андрей Владленович Белоцерковский. При нем в структуре университета были организованы три института – Институт педагогического образования и социальных технологий, Институт экономики и управления, а также Институт непрерывного образования. А еще появилась академическая гимназия ТВГУ, все более и более востребованная. Все преобразования и не перечислить, а в результате университет получил статус инновационного вуза, стал победителем многих федеральных проектов. В 2017 году исполняющей обязанности ректора ТВГУ стала доктор филологических наук профессор Людмила Николаевна Скаковская, которая продолжает лучшие традиции вуза. Сегодня университет входит в число лучших высших учебных заведений России. Здесь учатся студенты из многих регионов страны, укрепляются связи с зарубежными университетами более 30 стран Европы и СНГ, а также Китая, США и Мексики. У каждого из студентов есть шанс стать оксфордским стипендиатом. Оказывается, совсем непросто рассказать обо всем, чем славится университет и чем живут сегодня студенты. Это и волонтерская деятельность, в которой они проявляют себя на крупных российских и международных форумах, олимпиадах, фестивалях и в повседневной жизни родного города. Это и любимые студенческие весны, и творчество в университетском театре «Зеркало», и поэтические турниры. В этой студенческой атмосфере ребята развиваются как личности, и, возможно, о ком-то из них спустя годы в ТВГУ с гордостью будут говорить. А ведь он – наш выпускник. И тогда снова и снова будет пополняться почетный список тех, кто уже вошел в историю Тверского университета, чьи имена почитают далеко за его пределами, как, например, эти. Николай Альбертович Кун – известный историк, писатель, чьими легендами и мифами Древней Греции зачитываются многие поколения. Владимир Модестович Брадис – выдающийся математик и педагог, наследие которого неизменно востребовано в науке. Александр Васильевич Александров – педагог и композитор, создавший потрясающие по своей мощи музыкальные произведения, священную войну и гимн Советского Союза. Андрей Дмитриевич Дементьев – поэт и общественный деятель, все творчество которого пронизано любовью к родной Твери, к своим землякам, к любимым волжским просторам. Но рано ставить точку. Полуторавековая история Тверского государственного университета не заканчивается сегодня. Впереди еще много страниц, в которых отразятся новые успехи, новые достижения, победы замечательного вуза, его преподавателей и воспитанников. И дипломы ТВГУ будут все так же престижны, как в России, так и за ее пределами. Субтитры создавал DimaTorzok